Мы будем начинать субтитры сразу и обшим вашим. Здравствуйте, дорогие студенты. Еще разочек с вами поздороваюсь. С вами была очень много. Рада вас видеть, что вас много, что вы продолжаете заниматься турецким языком, несмотря на все праздники. И сегодня мы продолжим с вами разбирать некоторые темы. Название нашего тела, конструкция со словами NG и сонра в турецком языке, казалось бы, достаточно простая тема. Но, как вы увидите, там есть много нюансов. Я думаю, что это будет полезно послушать всем, и тем, кто только недавно начал изучать турецкий язык, и тем, кто уже на более продвинутом уровне. Есть с нами те, кто только первый раз присоединился? Некто каких-то. Ну, хорошо. Хорошо. Значит, для всех тем более должно быть все это понятно. Чем мы сегодня будем с вами заниматься? Какой наш план? План наш следующий. Мы рассмотрим слова сонра и он же значения потом и сначала. Затем рассмотрим значения через и назад, как после логики. Значения после и перед. И рассмотрим конструкции и причастные конструкции с этими словами. Я вам немножко расскажу страноведческую информацию о Турции. Начнем. Слова сонра и он же могут переводиться как потом или сначала, в начале. Обычно в этом значении они стоят в начале предложения. Сейчас мы посмотрим примеры. Например, «Он же биндэ сонра конуши». Сначала послушай, потом говори. Идут формы поверительные, наконец, «Виндэ конуши». Или такой вариант «Он же биндэ сонра инвир». Это я уже из новой терминологии компьютерной. Вначале послушай, потом скачай. Если касается песни, допустим. Слово «Интермеки» думаю вам пригодится. Тем более, если вы скачиваете какие-то турецкие фильмы на турецком языке. Вот оно у нас тоже на картинке. Инвир. Специально вам записал, чтобы вы его запомнили. «Он же дюшун, сонра сөле». Вначале подумай, потом говори. «Он же» сначала, вначале и «сонра», потом. «Он же, а когда шла в лабу, сэцям, сонра, хэзэрбэр циньмэй гиджэс». Сначала я встречусь со своими друзьями, потом, сонра, мы все вместе пойдем в кино. Синемэй гиджэс. Сэнгит, сонра помушусь. Тэйзэ, потом поговорим. Слово «сонра» в значении «потом». «Он же, сэлэ дэхэрмия», сначала сделай то, что я говорю. «Он же», в значении «сначала». И такое предложение. «Он же, сэлэ дэхэрмия», сонра, держусь. Ну все, я побежала. Здесь имеется в виду «я убежала». Когда вы прощаетесь, то такая разговорная формула идет. «Он же, сэлэ дэхэрмия», сонра, держусь. Ну все, я побежала или побежала. Увидимся позже. Увидимся потом. Сонра, держусь. Я думаю, здесь понятно, что «нж» может переводиться как «сначала», «вначале», «сонра», как «потом». И тоже вам такую картинку нашел в интернете. «Сэлэ сонра дэхэрмия», с тобой мы потом еще увидимся. Это, наверное, как угроза звучит. Ну и тоже вам для примера «нж» в начале, сначала, в начале пара. И скрывается, потом ребенок не дает спать скрываться. «Нж» и «сооро». До и после. Следующий момент, который мы рассмотрим, это «сооро нж» в начале через, назад. Что это за значение такое? Смотрите, когда мы говорим о времени, я хочу сказать, допустим, через час, через два часа, через неделю, через десять дней, через год и так далее, мы используем слово «сооро». Причем слово «сооро» ставится «после времени», потому что «сооро» и «нж» – это «после логи», так называемый. В турецком языке «нж» предлога мы помним, есть только «после логи». «Бирса от сонра» – через час, да? «Бирса от один час, сонра» – «после», через. «Бирса от сонра» – это еще раз увидимся через час. То есть, вначале ставится две минуты к времени, а потом «сооро сонра». «Через две недели начинаются каникулы». «Бирай сонра» – это «после логи». «Бирай сонра» – это «после логи». Разные картины делают мне, да, в центре сезона Стамбула и на окраинах Стамбула. Это очень красиво сделать, если вы хотите поехать в Стамбул и смысл поехать в Стэль. «Надюрби». «Бирсе логи» – «бирсе логи». «Бирсе логи» – «бирсе логи». «Бирсе логи». «Там директор приходит, когда «бирсе логи». «Через пять минут». «Бирса от сонра олдай». «Это если вы договорились с кем-то встретиться, вам угодно. «Договорим где я цью». Вы говорите через полчаса ярусла от сонра, я буду там, ярусла от сонра, олдань. И слово önce, то же самое, вначале мы говорим, перед временем, потом называем слово önce плюс сонра. И будет тогда уже, значит, если там было через какое-то время, то здесь будет назад. То есть неделю назад, две недели назад, день назад и так далее. Завиловывы, у самом есть совершенства, часть переходов за зад, то она прощает и, что после оподы дастся у вас крусто, Can аст הפ нам, транс, resonат, на телековом или же сама. Дер 사고 раньше люди больше часов вечера, есть опыт, убит, я тут olvidаю. Она не будем чушать, после упражнений, потому что я не буду тема, я не могу внешantsantes спрашивать. Может быть кому-то немножечко сложно сами предложения, но мы уже говорим на таком среднем уровне, да, но в конструкции я вам постаралась выделить и показать именно так, чтобы было понятно всем и начинающим, и за немножко проблемами. Вы можете использовать их просто в более простых предметах. Я думаю, здесь вам тоже понятно. Вначале говорим в период времени, потом ставим NJ или SONDA. Получается через какое-то время или какое-то время назад. Также NJ и SONDA можно употреблять в разных сочетаниях, с разными словами. Допустим, DHA NJ, если вы скажете, это будет раньше. АZ NJ, аZ немножко, да, мы знаем, то есть недавно, некоторое время назад. NJ, значит, назад, да. И раз NJ, тоже немного раньше, да. УЗУМ ЗАМАН NJ, УЗУМ, длинный заман время, то есть длинное время назад, давно. УЗУМ ЗАМАН NJ, давно. ИЛЬ КЮНДЖЕ, 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 И ДАХА ЭНЦЕ БИРЬЕРДЕ КАРШЛАСЬТИКМУ СИМДИ МЕЖГУЛИМ ДАХА СОРНА ГОРЩЕЛИМ Я КИЧАС УЗАНЕ ДАВАЮ ВЕДИМСЯ ДАХА СОРНА ПОПОЗЦЕ ПОПОЗЦЕ ДАХА ЭНЦЕ ГОРАЙМИСЯ ДАХА СОРНА ПОПОЗЦЕ АЗ ЭНЦЕ ОНУ ПАРКТА ГОРДЮМ АЗ ЭНЦЕ АЗ МАМАДА НИМНО ГОРАЙМИСЯ ТОЕС НЕДАВНО Я УВИДЕЛ ПАРТНЕ АЗ ЭНЦЕ ОНУ ПАРТА ГОРДЮМ ГЕРА СОРНА СОРНА ОЛЖАКТА Я нашла такую фразу, есть поэт такой, Эльдин Мирасад И у него такая, как плотовская даже можно сказать ГЕРА СОРНА НЕМНОГО ПОЗЖЕ СОРНА ОЛЖАКТА Будет позже, будет в будущее время ГЕРА СОРНА НЕМНОГО СПУСТЯ Будет в будущее время, будет позже УЗУЗАМАННЯ ОЛЖАМ То, что я вам говорила, долгое время назад, давно УЗУЗАМАННЯ ОЛЖАМ БОРАСЫ ВИРКЁЭДУ Долгое время назад, или давно, когда-то давно Здесь у вас КЁЭДУ, ДЕРЕВНЯ БОРАСЫ ВИРКЁЭДУ УЗУЗАМАННЯ ОЛЖАМ БОРАСЫ ВИРКЁЭДУ ИЛЬ КЕНЧЕ СУНУ СОЛЬНЫЕ СПЁРЫМ ИЛЬ КЕНЧЕ Прежде всего Прежде всего я хочу сказать следующее И говорите, что вы хотите сказать ИЛЬ КЕНЧЕ СУНУ СОЛЬНЫЕ СПЁРЫМ БЕРАСЫНЧЕ БОРАСЫНЧЕ БОРАСЫНЧЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ НАЗАН То есть НЕДАВНО БЕРАСЫНЧЕ БОРАСЫНЧЕ 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 Он был здесь БЕРАСЫНЧЕ БОРАСЫНЧЕ БОРАСЫНЧЕ Кстати, эти фразы вызывают достаточно большое затруднение Когда студенты пытаются сказать ДАВНО, НЕДАВНО, СКОРО и так далее ДАВНО, НЕ МОГУТ НА ИНСКИ ПОДОБРАТЬ ПОДОБРАТЬ КИСТА ЭКИВЕЛЕНТО В ТУРЕСКОЙ МУЗИКИ И ВОТ Я ВАМ ДАЮ ГОТОВЫ ТАКИЕ СЛОВА ЧТО ВЫ ИСПОЛИВАЮ СВОЕ РЕЧНИКИ И ВСАНКИ СМЕХ Ага Ну, Я ДУМОЙ, ЗДЮСЬ ПОНЯТНО Если что-то будет непонятно, Вы еще раз Если в первого раза не запомните, да Пересмотрите вебинар И запомните, когда он уже хорошо Или запишите вебинар Ну, вот я кадр тоже подобрала вам Ну, наверное, с телевидения АСОНРА ДИРМИЛЁН КИМИН ДИРМИЛЁН КИМИН МИЛЁН ЧЕЙ, это, наверное, название программы И АСОНРА, как бы, скоро Ну, как мы говорим, скоро на экранах, да Или там реклама идет И там через, очень скоро Вы увидите продолжение, да Вот по-турецки будет сейчас АСОНРА То есть немного позже, да Скоро от СОНРА Следующее значение наших слов СОНРА и ЭНЖИ Они, значит, можно переводить Как после и чего-то Или перед чем-то Вот когда вы используете Значение после какого-то события, да Или перед каким-то событием Вы еще используете дополнительно АПЕКС ДАНДЕН 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 ЭНЖИ Или ДАНДЕН СОНРА Сейчас, например, покажу, будет более понятно Вот у нас есть концерт, и я хочу сказать ДО КОНЦЕРТА Перед концертом, да Я говорю КОНЦЕРТ ДЕН ЭНЖИ Слово КОНЦЕРТ Я добавляю АПЕКС ИСХОДНОГО ПОЖА ДАНДЕН КОНЦЕРТ 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 ДО КОНЦЕРТ ДО КОНЦЕРТ ДО КОНЦЕРТ ДО КОНЦЕРТ ДО КОНЦЕРТ ДО КОНЦЕРТ ДАНДЕН СЛОСЕ viewers ДАВА ВСТРЕТСМЬСЯ После урока ДЯ ВСТРЕТСОРО ДО КОНЦЕРТ ДО КОНЦЕРТ ДО ТЕБЯ ДО КОНЦЕРТ ДО КОНЦЕРТ Вот я тоже устрашиваю сложно СТИРАТЬ Я хочу стирать Все, что было до тебя. Сандем, энджи, до тебя. Перед тобой. Сандем, энджи. Хащи сильных историй. Истамбулдан сонра Анкара египетик. После Истамбула мы поехали в Анкару. Истамбулдан сонра Анкара египетик. Ернектен энджи или реника. Перед едой помой руки. Сильдент сонра рекламлар вар. После фильма. А есть реклама. Идет реклама. Сад, учтем, сонра, бошу. Бошу у нас уже встречалось. Какой-то свободен. После чего свободен? После трех часов. То есть, если вы используете сонра энджи в значении через какое-то время или какое-то время назад, вы не используете сандем. А вот если вы используете энджи и сонда в значении перед чем-то, после чего, тогда какое-то событие у вас есть, какая-то точка есть исходная. Или вот до этой точки, или после этой точки. Тогда вы используете адрес дан дэн, дан дэн, адрес исходного движения. Понятно здесь? Ну, думаю, понятно. Раз никаких вопросов нет, комментарий тоже нет. И тоже пара праз вот с этой конструкцией. Ха-ши-дэн-эн-джи, это прежде всего. Э-ши-да, мы знаем это все, прежде всего. Бун-дан-эн-джи, до этого. Бу, мы знаем место имени указательное, да? До этого. Бун-дан-со-а-бра, после этого. До этого, после этого. Дан-дэн-эн-джи, дан-дэн-со-а-бра. Смотрим примеры. Ха-ши-дэн-эн-джи, сезет и четвертный кистер. Прежде всего, ха-ши-да-н-джи, я хочу вас поблагодарить. Сезет,emitism, в этих extremely best- downtime, прежде всего, хочу вас поблагодарить. Буд-дан-эн-джи, кичко или де-дым. Буд-дан-эн-джи, до этого. Ты не был таким. Буд-дан-эн-джи, до этого. Кичко или де-дым. Ты не был таким. Буд-дан-эн-джи, кичко или де-дым. До этого. Или раньше, да? Он совсем не читал книги. «Бундан энджи» до этого он совсем не читал книги. «Бундан сонра» он улаконыш мая джан. После этого, да, сонра, после, я с ним не буду говорить. То есть я больше с ним не буду говорить. После этого я не буду говорить. «Бундан сонра» он улаконыш мая джан. «Бундан сонра» санагян не джан. После этого я к тебе больше не выйду. «Бундан сонра» санагян не джан. Такие фразы тоже, я думаю, в разговоре будут очень полезными. И цитата у нас из Александра Греха Монтелла, если кто помнит, то это был человек изобретший телефон, да, он берыхающий рентген, азарлык, ваша рентген, анафтеры, прежде всего, азарлык, подготовка является ключом к успеху, прежде всего, подготовка является ключом к успеху. Так что готовьте свои домашние задания, я буду проверять. И тоже еще одна фраза, цитата, да. Ильнециньки, дэйкида, Аллах, бундансона, да гаджай, дэйка, плачай. Ильнециньки, ты же не знаешь, возможно, дэйкид, Аллах, Бог, да, бундансона, после этого откроет более прекрасные двери. То есть, дэйкид вам предоставят вам более хорошие возможности, да. Но мы же не знаем, это дэймэциньки, ведь Аллах, бундансона, после этого. Ага, бундансона, да гаджай, дэйка, плачай. Хороший отстаток, мотивирующий. И хочу посмотреть, насколько вы усвоили о том, что я вам только что рассказала. Такой небольшой тест у нас будет, всего-то два варианта. В одном варианте стоит Афигзандрен, а в другом варианте не стоит Афигзандрен. Смотрим на первый вопрос, у вас появится такое окошко на экране. И прямо в этом окошке мы выбираем вариант. Концерт, башлыла, начинается. Вот, как правильно сказать, вермиды кикадам сонара через 20 минут или вермиды кикадам сонара через 20 минут. Пожалуйста, выбираем вариант, который должен мнению верный. Через 20 минут, как правильно сказать, Ермидо Кикосоро или Ермидо Кикосоро? Активные, пожалуйста, активные. Выбираем вариант. Ну, большинство правы, это разы. Ермидо Кикосоро, вариант А, верный, да? То есть здесь у нас зайдет период времени. Через какое-то время, если мы используем значение челюсть, мы не используем адресом дендам. Хорошо, давайте следующий вопрос. Второй. Чай и чором. Я пью чай. Первый вариант. Душ там сонра, после душа или душ сонра? Как правильно сказать? Душ там сонра, после душа или душ сонра? Угу. Ну, я вижу, что более разобрались, да? Чайки не писем, мы просто нажимаем на окошечки, которые у вас выскачивают. Молодцы, все верно. Душ там сонра, да? У нас есть какое-то событие, допустим, принятие душа. И мы после него начинаем, да? Душ там сонра, там он сжать. Так и следующий вопрос. Душ там сонра. По цветам. Что? Вот, нет, нет. Вижу, заставил задуматься. Вот, ну, потом. Пока что 50 на 50. Хорошо. Верный вариант будет «Ах». Без штен сонра. Почему? Потому что мы говорим здесь не о периоде времени, да? Не через два часа, через три часа, через пять часа. А мы говорим о точке какой-то. Пять часов после пяти часов. У нас не будет занятия. Немножко вас запуталась здесь. Там, без штен сонра. Без семи. Нез йог. Хорошо. Следующий вопрос. Четвертый. Ахмет. Конушер. Ахмет разговаривает. Как правильно сказать «до меня». То есть, Ахмет как бы речь произносит «до меня». Дэн Дэн Ён Джей или Бэн Ён Джей? До меня. Угу, вижу, уже больше разобрались. Молодцы. До меня. Молодцы. Большинство, опять-таки, отвечает верно. Действительно, Бэн Дэн Ён Джей. Мы здесь не говорим о времени, мы говорим о времени. Дэн Дэн Ён Джей. Хорошо. Дедэн Ён Джей. Кызлар макияж yapıyor. Девушки наносят макияж, да, девушки красятся. Партидэн Ён Джей или партий Ён Джей? До вечеринки, как сказали страны? До вечеринки. Партидэн Ён Джей или партий Ён Джей? Ну и опять я вижу, что большинство правильно отвечает. Вариант А, партидэн Ён Джей, до вечеринки. Смотрите, до и после, да, это дан Дэн Ён Джей, а через какое-то время или какое-то время назад, это просто Сонда и Эн Джей. Хорошо, и последний вопрос. Али из Стамбула, Гелёш. Али приезжает в Стамбул. Икидюн Дэн Сонда или Икидюн Сонда? Через два дня. Как правильно будет? Через два дня. Икидюн Дэн Сонда или Икидюн Сонда? Угу. Угу. Ну, подавляющее большинство правильно выбрали. Вариант В, Икидюн Сонда. Икидюн Сонда. Если у нас идет значение через, там или назад, мы используем просто Сонда Эн Джей без Дэн Дэн Окончайни. Абсолютно верно. Мало Сонда, большинство разобрались. Значит, можем двигаться дальше. Небольшой текст для того, чтобы вы в тексте выводили слова Эн Джей Сонда и как они употребляются. Дэн Сонда叫 Дэн Сонда. На автобусе ездить на фирму. Ищ, работа, ищ, работа, ищ, метро ила, ох, у нас сколько час от измельяется, метро ила курса гидиор. На метро ездить на курсы. Ищ, метро ила курса гидиор. Курста инглизьце ёренюер. На курсы в анальчике ангеликсе язык. Дерстен, онце, фастерия да аркадашлары ва суббет едио. Дерстен, онце, до заняти. Докта, онце, мачат, кафе, ка фіпкатит тейдим. Друзия, мирозговариват. Акшам, дейм, вечерам, еве, йоргун геліо. Дану, прежад, исталшам. Дерстен, онце, до еды, до ужина, бират телевизион серий зерк. Немножечко смотрит телевизор. Сонра, потом, сонра, сонра да китапу кюр, а потом читает книжки. Вот нам встретилось нескольких значений. Онце и сонра. Ну, я думаю, вы разобрались, где какое значение и почему так оно включает. Смотрим дальше. Вот мы с вами научились говорить до концерта, после завтрака, до занятия или после праздника. А если я хочу сказать, там, за 10 минут до концерта, за полчаса, или, там, через 20 минут после окончания занятия, да, и так далее. Что мне нужно сделать и куда это нужно вставить? Смотрите. Кахвалтудан, енджи означает до завтрака, да. Если я хочу сказать, за 20 минут до завтрака, я как бы разрываю вот эту конструкцию. Видите, я говорю, каквалтудан, потом ставлю время, которое мне нужно 20 минут, верни декика, энджи. Кахвалтудан, верни декика энджи, до завтрака, за 20 минут, и в бардак сучу, чёру. Я пью стакан воды. Кахвалтудан, верни декика энджи, и в бардак сучу. Кахвалтудан, верни декика энджи, до концерта. Опять-таки, чтобы сказать за полчаса до концерта, я разрываю нашу конструкцию, говорю консерден, потом ставлю, какое количество времени, ярым сад, полчаса. Консерден, ярым сад, энджи, булышалым. Давай встретимся за полчаса до концерта. Бундан сонра мы учили, да, с вами, после этого. Бундан и Киил сонра, эвлендлер. Они поженились, эвлендлер, через два года после этого. Бундан и Киил сонра. После этого два года спустя, да, они поженились. Дэрстен сонра, после занятия. Дэрстен, бирсад сонра, провал. Дэрстен, бирсад за час, ой, извините, наоборот, через час, да, хонра это через. Через час после занятия будет проба, репетиция. Дэрстен, бирсад сонра пробовала. Дэрстен сонра, после школы, лицей, это мы знаем, старшая школа, да. После школы, дэрстен сонра. Дэрстен, бирси, сонра, опять разорвала нашу конструкцию, да. Дэрстен, бирси, сонра, а, кадашлар, ма, дюрэштум. А через 5 лет после школы, после окончания школы, я встретился со своими друзьями. Теперь вы знаете, как сказать за какое-то время до чего-то или через какое-то время после чего-то. Есть вопросы по этому. Продолжаем. И самая сложная у нас конструкция. Это две причастные конструкции со словами . Почему они сложные? Потому что здесь нужно добавлять к глаголу еще такие громоздкие аффиксы. Посмотрите внимательно. Для того, чтобы построить конструкцию с глаголом, мы используем такие аффиксы. Диктан, диктент, диктент. Диктент, 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 диктент. По сути, это один акт. Диктент. Просто есть его фонетические варианты, когда идет слонка д или глухая т. или когда идет чередование гласных в зависимости от гармонии гласных. Вы все проходили это на первом занятии, я думаю, вам несложно будет это сделать. Для того, чтобы сказать «после чего-то», используя глагол, мы используем в конструкции диктанцию «ран». А вот для того, чтобы сказать «до чего-то» с использованием глагола, мы используем в конструкции «мадан энджи» или «меден энджи». Можно так и запомнить «диктанцию на мадан энджи». Вот если вам надо будет сказать какую-то такую конструкцию «мадан энджи», то я уже буду «диктанционра мадан энджи». Как же на практике это делать? У нас есть глагол, допустим, «яб мак» – «делать сам». Я хочу сказать «после того, как я что-то сделал». Я беру основу глагола «яб», «мак отбрасываю» и вставлю, что мне надо сказать «диктанционра», «яб», «диктанционра». «После того, как что-то сделаем». А если я хочу сказать «до того, как я что-то сделал», я говорю «яб», «мадан энджи». «До того, как что-то сделаем», вставлю апельс «мадан». То есть беру основу глагола и добавляю к ней либо «диктанционра», либо «мадан энджи». И тогда получается «либо после того, как я что-то сделал», «соро», «либо до того, как я что-то сделал энджи». «Гель диктанционра», «после того, как пришел». «Гель диктанционра» – глагол «гель мейтан». «Гель медан энджи» – «до того, как пришел». «Ал диктанционра» – «после того, как купил». «Диктанционра» – «да», «глагол». Тоже берем основу «Ал» и добавляем «Ал». «Ал мадан энджи» – «до того, как что-то купил». «Гель диктанционра» – «гель диктанционра» – «выходить», «после того, как вышел». И до того, как вышел, будет цикл «мадам Энджи». Запомнили? Основа глагола «диктан сонра» или «мадам Энджи». Давайте, ага, это я вам пример тоже. «Эвлян меден Энджи» до «женицбы», «эвлян не» глагол «жениц» и «эвлян диктан сонра» после «женицбы». Есть разница. И женский вариант этого женицкого «эвлян меден Энджи» с тем, наверное, вспомним «диктан сонра» и «после замужества», «до брака» и «после замужества», «после замужества». Увидите, я вас не обману, действительно, здесь запаснова «эвлян дам мадам Энджи» и «эвлян диктан сонра». И некоторые примеры предложения этой конструкции, чтобы вам было выяснено. «Дерскит тиктан сонра синемая гидерус». Мы взяли глагол «битсмейк» заканчиваться, добавили «тиктэн сонда». После того, как закончится занятие, мы тут не идем к нему. «Дерскит тиктан сонра синемая гидерус». «Ую мадам Энджи» так уплором. «Ую мак» – это «спать». Дала основу «ую», добавила «мадам Энджи». Получается, до того, как спать, до того, как ложится спать, так уплором. Я читаю книжку. «Спор, я в диктан сонра душа льором». Диктан сонра после того, как я наймусь спортом, я принимаю душу душа льором. «Газетелку диктан сонра эданцитум». После того, как я прочитал газету, я вышел из дома. «Ирсатко ж диктан сонра инженером». «Кошмак» – это «бегать». После того, как я час побегу, «ирсатко ж диктан сонра», я отдыхаю. «Душа ал диктан сонра я тверм». «Душа ал мак» – принимать душ. После того, как я принимаю душ, я ложюсь спать, я тверм. «Алыша яща ад диктан сонра эвегитрик». После того, как мы сделали покупки, «Алыша яща ад мак» делать покупки, мы пошли домой. Это у нас была чистая конструкция. И, опять-таки, мы можем разрывать конструкцию для чего? Для того, чтобы уточнить количество времени до чего-то или после чего-то. Смотрите. «Дерти кэн хэмэн сонра синемей гидарис». Там мы говорили, что «дерти кэн сонра» – это после того, как закончится занятие, добавили слово «хэмэн». «Хэмэн» означает «сразу же». То есть сразу же после того, как закончится занятие, мы идем «хэмэн». «Разорвали», да? Глаголы ставили слева, слева, справа, а по серединочке поставили «уточнили». «Разу» после окончания урока мы идем домой. «У юмадан ярымсат антикетапу кюру». «У юмадан энджи» мы с вами переводили как «перед тем, как лечь спать», да? А теперь еще уточнили. За 20 минут до того, как лечь спать, ярымсат антикета, за полчаса до того, как лечь спать, я читаю книгу «четапу кюру». Вы переводили как «после того, как прочитал газету», да? А добавили теперь еще уточнили 10 минут. То есть через 10 минут после того, как прочитал газету, я вышел из дома. «Университет башламодан» или «юнджет» у слагицы. «Университет башламод» – это поступать в университет. То есть до того «нджетан», за год до того, «биргельнджет», за год до того, как поступить в университет, я пошел на курсы. «Университет башламодан» или «юнджет» и «санкетин». То есть опять у нас та же самая конструкция «дан», «дан», «энджет», «дан», «сон», «дан» только с глаголами. И если мне надо уточнить какое-то время, я вставляю серединочку между «дан» и «сон», «дан» и «энджет». Немножко может быть сложновато пока что, но вы будете продвигаться вперед и уже, там не помню, какое точное занятие, оно уже где-то ближе к концу курса, вы эти конструкции обязательно встретите. А сейчас я хочу, чтобы мы с вами попытались тоже добавить «диктан сонда» или «мадан энджет» к глаголам. Мы помним, что мы берем основу глагола «мак, мек, отбрасун», и добавляем «диктан сонда» или «мадан энджет». Вот смотрите, я чищу зубы, я вам даю подсказочку, кушать, то есть я чищу зубы, когда до того или после, наверное, после того, как поем, я чищу зубы. Вот как по-турецки сказать, после того, как поем, я вам первый пример покажу. «Мек, е», смотрите, «мак отбросили», вставили «диктан сонда». «Мек, е», «диктан сонда», здесь «диктан сонда», здесь «диктан сонда», после того, как поем, я чищу зубы. Теперь попробуйте сами сделать, это уже для продвинутого уровня задания. Ну, сейчас посмотрим, кто у нас в продвинутый уровень. Смотрите, тюк-тюк-тюк, я читаю книгу на турецком языке, да, я отмак, ложиться спать. Наверное, до того, как ложусь спать, я читаю книгу на турецком языке. Попробуйте сказать «до того, как ложусь спать». Это вы можете в чате писать. Или у нас никто еще не дошел до продвинутого уровня. Вспомните конструкцию, да, «диктан сонда» или «мадан эмжи». Анна написала, но есть небольшая ошибка. Попробуйте добавить слово «я отмак», «мак отбросили», осталось «я отмак». И добавьте туда «до того, как». Все предложение не надо писать, просто вот «до того, как лягусь спать». «До того, как лягусь спать». Обратите внимание, там глагол не «я отмак», а «я отмак». Там ладится спать, да, ладится спать, я отмак. Мы взяли основу «я отмак» и добавили что? Добавили. Ну, молодцы, получается у вас «я отмак» до того, как лягусь спать. «Я отмак» Энджи. Хорошо, давайте следующее попробуем. Я отмакую, у меня завтракал. «Собах», «уян». «Уян мак» – это просыпаться. То есть после того, как я утром проснусь, я завтракаю. Вот возьмите глагол просто «уян мак» и сделайте им его после того, как я проснусь. После того. У нас есть конструкция диктансонда или мадам Энди. Обратите внимание, конструкция диктансонда или мадам Энди. Ну, кто-то завтракает до того, когда проснется. Дан Энджи. Энджи – это до, да? Ну, навряд ли вы завтракаете до того, как проснетесь. Вы, наверное, завтракаете после того, как проснетесь, да? Ох, 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 ох. Еще раз внимательно. Диктансонда. И мы мадам Энджи взяли уян. И что поставили? Диктансонда. Правильно. Собак уян диктансонда. Утром, после того, как я проснусь. Два ад. Диктансонда или мадам Энджи. Если можно сказать после, вы говорите сонда. Если до, вы говорите Энджи. Давайте еще попробуем. Дальше, что я учу уроки. Уплодан гельмейк. После того, как приду за школу. После того, как приду за школу. Вот гельмейк. Приходите. Отбросили мак-мейк. У нас осталось гель. И что мы туда ставим? Гель. После того, как я приду за школу. Небольшие сложности. Обращаем внимание на гармонию гласных. Вот, как я пришла за школу. Я учу уроки. Новости уже у большего количества людей получается. Окол донгейс диктансонда. Давайте дальше посмотрим. Душ амором. Я принимаю душ. У ю мак. Ложиться спать. Спать. До того, как ложусь спать. До того, как ложусь спать. Я принимаю душ. Перед тем, как лечь спать. Я принимаю душ. Основа как была. У ю мак отбросили, да? Угу. Как же там получится? Угу. Угу. Ну, уже вижу, дело пошло. У ю мак отбросили, да? Сунжи до, перед, так, сунжи. Сонда, это после. И последнее. Я отверну. Стаб окумак. Я отверну. Это я ложусь спать. И... Стаб окумак. Наверное, после того, как я почитаю. Я ложусь спать. После того, как почитаю. Стаб окумак. Далее основу окум. И что дальше делаем? После того, как я почитаю. После. После. Угу. 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 Молодцы. Уже научились. Отлично. Обращать внимание на гармонию, да? Глазность. Ну, это со временем придется. Так. Уку декстан сонра. Да? Уку декстан сонра. Молодцы. Уже практически все пишут верно и быстро. Еще раз. Декстан сонра. Молодцы. 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 И опять я хочу небольшой вам диалог показать, в котором эти конструкции встречаются, чтобы вы видели, как в речи можно использовать. Как называть? Для аутематики. Для ны. План на субботу. Разговаривают две девушки. Аутематики споншер. Эсги. Веселен. Эсги. Иселен. Эсги говорит. Алло. По телефону. Да? Телефон наконошено. Алло. Селен. Негабер. Алло. Селен. Как дела? Мы знаем, что Негабер потребляется в начале. Как дела? Неликой эсги. Сандем Негабер. Все хорошо эсги. А у тебя как дела? А с тебя какие новости? Сандем Негабер. Цау им. Спасибо. Хорошо. Тюмарки не еплосим. А что ты делаешь в тюмаркете в субботу? Ты не для булышна к стерам. Я хочу с тобой встретиться. Сабах. Как он дать еще гидерам? Утром в сад он нам в 10 часов я иду в 10. Это зубный врач, стоматолог. Еду к стоматологу. Вечеринчик. Там сонра. Наша конструкция. Аннем или алышеверщи опоры. После того. Сонра. Это после. Значит, того, как я выйду от зубного. Аннем или с мамой идем делать покупки. Алышеверщи опоры. Таким. Алышеверщи там сонра на яплосим. Ну, хорошо. А после покупок. Да, с дефицитом сонра. После покупок, что вы делаете. Саат 1-де окола гидеюрум. Час. Я иду в школу. Нойду в университет. Ама 3-ден сонра. Бошу на после 3 часу. После сонра. Да? Я свободно. Бошу. Саат 2-де курса гидеюрум. Я жду тебя в козылаю. Томам. Саат 4-дек. Суэльда. Гювенфаркта. Болушуешь. Харшо. Саат 4-дек. Чикир часа. Козылая. Тарайон. Гювенфаркта. Фарк. Гювенфаркта. Болушуешь. Встречаемся. Тенжи. Кюзаль били микс. Весонра синема. Томамы? Вначале. Вкусная еда. Хорошая еда. А потом. Собра. Кино. Хорошо. Томамы? Томам. Метрополь. Сандачу. Гюзаль били комедии. Ва. Саат. Алтуда. Хорошо. В кинотеатре Метрополь. Есть очень хорошая комедия. Идет очень хорошая комедия. Шесть часов. Саат. Алтуда. Харика. Тюматы. 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 Отлично. Чудесно. В субботу встретимся. Тюматы. Тюматы. Вы видите, что сонара Энди очень часто используются в речи. И нужно важно правильно употреблять эти конструкции. Но я думаю, что теперь вы уже справитесь с этим. И, в принципе, на этом тема, собственно, грамматическая наша заканчивается. У нас есть немножечко времени поговорить о странове географической информации по Турции. Я обратила внимание, что мы практически не говорили с вами о географическом половине Турции. Поэтому я решила исправить немножко эту нашу ситуацию. И рассказать вам некоторые интересные моменты по географии Турции. Наверняка вы слышали такую фразу «Турция – это мост между Европой и Азией». Вот если вы посмотрите на карту, которая на рисунке изображена, то вы видите, что зелененьким изображена Европа, а таким зелененьким изображена Азия, а в групповой Азии. И между ними красненьким изображена Турция. Похожий, правда, на мост между Европой и Азией. Как раз между Европой и Азией находятся Турцией. Страна расположена на перекрестке важных торговых путей, которые связывались с юноморскими, народами со среди юноморскими, Европой и Азией. Поэтому на протяжении многих веков Турция была важным участником всех мировых политических событий. Теперь как раз на перекрестке мост между Европой и Азией. Уже не говорила ранее, но еще раз повторю, что азиатская часть Турции называется Анатолия. По-турции это Анабулу, она занимает 17% всей территории Турции. Вот видите, оранжевым персиковым цветом выделена Турция. И вот большая ее часть находится в Азии, называется Анатолия. А европейская часть, вот кусочек небольшой буквально Европы, вот он, он называется Тракия или Тракия по-турецки. Это выявил восток Балканского полуострова. Вот географически очень маленькая часть Турции находится в Европе, да, и большая часть, большая часть находится в Азии, Анатолия. Азиатская часть от Европейского, от Едины, от Разъединены, от Едины Мраморным морем, вот оно, это внутреннее море Турции, да, его окружают только турецкие территории. Мраморное море соединяется с Черным. Мраморное и Черное соединяются с проливом Восфор. А Мраморное и Ильейское море, я вам тоже стрелочкой вам покажу, соединяются друг с другом проливом Дарданеллом. Восфор, Стамбулбозу, он называется по-турецки, Стамбулский пролив, Восфор и Дарданелл, все на Солибозу. Мы все завидуем Турции, потому что Турция мывается четырьмя морями, тоже уже, наверное, знаете. Турции, это Черное море, Карагнис, это Средиземное море, Актинис на юге, это Игейское море, Эгеби на западе, и мы уже называли внутреннее море Турции, Мраморное море, Мармарадынис. Теперь море Турции, да, Турции, Средиземное, Средиземное. Интересно, так, по-турецки Средиземное море называется Актинис, что в переводе означает Белое море. И еще некоторые факты по Турции. Общая площадь Турции 779 452 квадратных километра. Это немного больше, чем Украина, но в принципе сравнимо с Украиной. Протяженность страны с запада на восток 1600 километров, а северно-люб 600 километров. Соседями Турции, смотрите, в европейской части это Болгария, вот эта стрелочка, я покажу, и Греция, и Европа, да. А соседями Турции, Азии, это Грузия, тоже вам показывали, когда Азербайджан, Армения нет, но там совсем маленький с Арменией, дальше это Иран, Ирак и Сирия. Сейчас Иран и Сирия. Тоже не знаю, слышали вы или нет, что самая большая гора Турции является гора Арарат. Большой Арарат по-турецки называется Арыдарун. Это самая высокая точка Турции. Составляет ее высота 5165 метров. В деле это потухший вулкан. Рядом с большим Араратом находится малый Арарат, Фичук Арыдарун. Велся, как оставляет, 5925 метров. Наверняка для некоторых этот факт будет удивительным, потому что в основном все это мы думали, Арарат находится в Армении. Действительно, раньше Арарат находился в Армении, до 1922 года. А вот сейчас армяне могут столько смотреть Арарат. Ну, не принадлежат Армению. Но из Еревана можно увидеть и Арарат. Тоже, да, факт гора Большой Арарат одновременно является символом Армении и изображена на ее гербе. Вот герб Армении, видите, что на нем изображен Арарат, гора Арарат. Она ушла со статурцкой в 1921 году. Даже коньяк на нем из штат Арарата. Но, к сожалению, это не армянская гора, или чаще, а турецкая. И тоже интересный факт о поваре Арарат. По догадкам некоторых ученых, именно к этой горе представленной на своем ковчеге после вселенного потопа. Я исследовала эту тему в интернете, вы тоже ее можете немножко поразбирать. Там интересные действительно факты. Там было несколько экспедиции. Сейчас, по-моему, запрещены. Но вы можете вот видеть на фотографиях. Вот считается, что это как чек-кристалл, говори, и как бы, ну, обледенел, заледенел. Там видны вот обледеневшие остатки. Действительно, очень похоже. Видите? И даже брали оттуда пробу. И как бы действительно, это как часть борта, вот материал использован. В общем, если кому-то интересно эту тему почитать, там разные экспедиции были. И разные находки оттуда приносили. И, в принципе, я считаю, что достаточно достоверно, что возможно действительно на Кавчевск-кристалл, говори, и арарат. Водные ресурсы Турции. На территории Турции много озер, как пресных, так и соленых. Самое большое озеро, это озеро Ван. Вот оно находится, самое большое. Его площадь составляет 3.13 в квадратных километрах. Это глубокое горное соленое озеро, одно из самых больших из взрослых. Очень красивое озеро. На востоке Турции находится. Вот оно на фотографии, как бы, из космоса. И вот оно, как оно выглядит в природе. Очень красивые места. И там заведенеется гора Арарат. Есть еще одно озеро большое в Турции. Озеро Туза называется. Я думаю, вы уже выучили, что Туза означает соль. Она очень мелкая. И летом она частично пересыпается и покрывается вот таким слоем стола. Вот ее собирают. Репи Турции в основном нет горных характеров. То есть истоки в горах и пополняются они после таяния снегов. Они в основном не сутокодны, но имеют значительный запас гидроэлектростанций. То есть они строятся гидроэлектростанции. Самые длинные реки Турции так и Зоурмак, Ефрат, Неват, Акарья, Большой Мендерет, Тельхан, Ара, и Сыгуш. На реках Ефрата, и Зоурмак имеются большие водохранения. То есть они среди гор текут, ну и среди долины в реке Текут. И тоже интересный факт, согласно имени, реки Тигр и Ефрат, Арашали, Райские, Сады, Турция. Очень знаменитая ее территория, интересные. Истоки этих рек находятся сейчас на территории Турции. Вот река Ефрат, а вот река Тигр. Долина, да? Вот, собственно говоря, все, что я хотела вам сегодня рассказать. Если у вас есть вопросы, вы можете и задать. Если что-то было непонятно, вы можете пересмотреть вебинар, или вы можете свои домашние задания задать вопросы. Спасибо и вам большое за участие. С этого месяца у нас небольшие изменения. Вебинары будут проходить. Рад с вами. Если все-таки встретимся мы с вами уже в мае. Я жду вашей домашней работы. И тогда до встречи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok